Этот фильм, он и о чувствах людей, и о подвиге, о самопожертвовании, и о том, как люди преодолевают свои страхи. В преддверии Дня Победы по инициативе депутата горсовета Дениса Загребайлова в киноцентре «Русич» Общественная палата города Белгорода организовала для старшеклассников показки на ленте Леонида Быкова «В бой идут одни старики». На просмотр фильма пришел и Вячеслав Воробьев. За мужество и героизм, проявленный при ликвидации бандгруппы в Назране, он удостоен звания Героя России. В том бою, получив 16 пулевых ранений, старший сержант полиции продолжал бой и корректировал огонь своих товарищей. Для Вячеслава фильм о поющей эскадриле – это рассказ об искренней любви к своей родине. В этом фильме все показывает и любовь, и предательство, и трусость, и самоотверженность наших бойцов. Потому что независимо от того, кем ты был в гражданской жизни, какой профессии у тебя, все равно все защищают свою родину на поле боя, в небе, море и на суше. Сейчас актуально будет каждому школьнику его посмотреть. На примере этого фильма мы понимаем, что чувствуют сейчас наши военные, когда теряют своих товарищей. Этот фильм вызвал у меня очень много впечатлений разных, и радость, и грусть. Я поняла, что мои предки очень самоотверженные, очень великие люди. Я считаю, что такие фильмы нужно смотреть и детям, и взрослым. Это не первый показ советской классики о войне. До этого школьники посмотрели «Они сражались за родину». Этот фильм о том, что трудности военной жизни не могут сломить русский дух. В этой картине все тяготы войны простые солдаты преодолевают вместе, оставляя место для юмора и маленьких человеческих радостей даже в столь тяжелое время. Ох, держите меня, товарищи. Я от этих ароматов прямо ж в огонь могу свалиться. Полдежный пиво сюда, да, Сашка? О-о-о! Ледяного, трехгорного. Мы хотели бы, чтобы дети действительно увидели и поняли, кто является героями, кто достоин уважения тех людей, которых они не видят сегодня на экранах голливудских фильмов, а простых советских солдат, которые совершали подвиг во имя своей страны, во имя тех людей, которые находились рядом с ними. Пока мы помним о подвигах наших солдат, рассказываем о них нашим детям и внукам, жива память о каждом отдельном воине и той страшной войне. Ребята, будем жить! Денис Тремаусов, Илья Лебедев, Белгород Медиа.